Мне не нужно чего-то узнавать, чтобы сюда прийти. У меня есть Конституция, 31-я статья. Я вберу и выхожу. Вас не устраивает это система? Я же не устраиваю, потому что здесь вся Россия, которая сейчас происходит. Мы живем в кризисе, третий год у нас падает экономика, судебная система летит. Там сидят люди, и я не понимаю, что они делают на вот охотном ряду. Здесь сидит человек, у нас происходят военные интервенции по всему миру. Мы развязываем войны, торгаемся в каких-то конференциях, вместо того, чтобы заниматься своими проблемами. У нас есть сумасшедший Меркушкин в Костронской области, у нас Кайзер, вся единая Россия стоит из криминогенных элементов каких-то. Меня просто к ней устраивает уже. Можем вопрос? А где Сталны? Что? Где Сталны? Вам не дальше все страны, сестер-джерналистов 75, когда я одену. А где Сталны? Сталны? Вот стиль. Вот если чуть-чуть дальше пройти, все окружили Манежную площадь, закрыли, и большинство людей, они пошли как бы на Красную площадь, там стоят по Каминной Пожаровскому, по Мавзолее, на Васильевском спуске. Просто сейчас все разразумены и не знают, кто куда пойдет. Но я думаю, сейчас потянутся люди. Скажите, а какие вы представители представляете себя и за революционная саша? Ну, мне Глеб, я Глеб, мне 18 лет, я пришел сюда выразить политический протест, потому что я не согласен с российской действительностью. Продители, какой будет это рассчитывать? То есть, вы будете какой-то флагатор показывать, и вы же будете понимать? Поживем, увидим, сейчас посмотрим, может, кто-нибудь подойдет, если людей больше доберется, может быть, что-нибудь устроим. А с чем именно вы не согласны? Я не согласен с произволом, который происходит здесь. Вы понимаете, просто, когда человек неправоверно осуждает, неправоверно задерживает, инкриминирует 282-ю статью, часть 1-ю, то не очень хочется. Так вот так. Скажите, а кто организатор? Организатор? Организатор, источник власти в этом государстве, суверенный российский народ. Ну, а непосредственный организатор, центр принятия решений. К сожалению, вопрос не ко мне. Но не вы. Здесь происходит исполнение статьи 31 Конституции Российской Федерации. Мы собрались мирно, без оружия, побеседовать, погулять, посмотреть, как мы сейчас космонавты подтянутся, будут поддерживать. А кто это мы? Да, люди. А это он? Суверенный народ. Какие у вас требования? Требования достаточно простые. Ну, например, провести иллюстрацию. Второй это отставка Дмитрия Анатольевича Медведева. Третий это рекорм по типу Косыгинских. Какой-то такой. И вообще, это реальное оживление российской экономики. Это все, что нужно покажать. Ну, естественно, это оправдание узников, которые были задержаны 26 марта. Был он нет. И, конечно же, расследование насилия полицейских, которое тоже было 26 марта. Вы задержали, не выйдете сегодня? Нет. А за что меня задерживать? Я еще ничего не сделал. Пока ничего не сделал. А что хотите сделать? Живем-увидим, говорю. А вы говорите, мы пришли, вас много, тут сложно вычленить из толпы. Человек 300-400, думаю. Ну, сейчас потянутся еще люди. Мы думаем. 300-400 человек. Пока что. Нет, сейчас здесь 300-400 человек. Вывод сюда идет еще на человек 200, то есть ты там 200-300 может быть. Да, но сейчас же разрознены. Сейчас тем более, уже есть 13.00? Нет, сейчас посмотрим. Нет, наверное, там время. Если есть час, то сейчас же начнутся прогулки новой оппозиции. Сюда подойдет Марк Кальберин, Вячеслав Мальцев. И у них примерно тоже поиск за 10 человек. А может, давайте ведем крепостное право, а? Давайте ведем. Хорошо, ж буль, да? Вот видите, я же говорил, что, в принципе, подтянутся право. Это, знаете, оперативные сотрудники. Если сейчас потянутся народ, может быть, встанутся еженочным пикетом. Может быть, сейчас будут какие-нибудь речевки, кричалки. Возможно, сейчас пройдем, сейчас, если здесь, назначат окружать. Нет, ну, я говорю, давайте ведем крепостное право. Если потянутся люди, то, возможно, пройдем в сторону Васильевской, по Красной площади. Потом зайдем, может быть, на Мемориал Немцова. По Тверской пройдем, как тогда, на Кушкинской площади. И хоть памятник Кушкину закрыв, но пока сердца от начисти живем, пока свободой горим, мой друг отчистит наш судьбу. Души прекрасные порывы. Спасибо. Это будет хорошо. А потом придет, Стань, гораздо больше. Я учусь в школе. Как придет, как правдой придет. Пока что, 11-й. Не одного консерального канала. 11-й. Да. Не одного консерального канала. Ну, конечно же, воздействие административного ресурса присутствует. Вызывали не раз к директора воспитательной части, к психологу, к директору, проводят беседы. Если вы знаете, то выдавал уже Алексей наклейки в Москве. Я на портфель приклеил, всячески пытались отодрать наклейки, пытались проводить различные агентационные беседы, но я стараюсь на них не поддаваться. А вы вот что-то думаете? Что? Нет, критически мыслящие меньшинство, конечно, но у нас критически мало. То есть у нас всего 1-4 человека, которые интересуются политикой, в принципе, в основном все мои одноклассники, а политичные, как и обычные, в среднем России. А Влад Шехлазов, а вы принимали участие в акции? Говоряю же, говорю же. 26 марта, да, я был, я даже был на марш-пайте 26 февраля. Везде были задержания. 26 марта меня отпустили без протокола, благодаря ВДНФО. 26 февраля был задержан с протоколом, был ставлен 120.2, часть 5, приговорили к 10 тысячам за неначний пикет в поддержку Алексея Навального. Все, кто углу раздали. Тепорки надо дать просто. Что ты сюда пришел? Я пришел на протест, иди домой. Тихо, тихо, тихо. Братой, иди домой. Иди домой. А вы? А я же сказал, говорю, что ты иди домой. Я не знаю, что он пришел. Для чего? Для чего? Для чего? Какой протест? Какой протест? Полиция! Для чего ты сюда пришел? Я пришел. Для чего? Ты сюда для чего пришел? Полиция! Провокатор, убрать его! Что сюда пришел? Полиция! Провокатура! Провокатор подошел Провокатор подошел Задержали Глеба и человека, который представился Глебом И человека, который спрашивал о том, что он пришел Все, к сожалению, мне нужно возвращаться в редакцию